Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала! Вы на канале Машенька, Машня, Черняк, Горная Солянка. В данный момент мы находимся в городе Севастополе. В археологическом музее-заповеднике Херсонес-Таврический. Вот я дошла до моря. По Херсонесу дошла, смотрите, как красиво накатывают волны. Море сегодня бирюзового цвета. Слушайте, так и хочется искупаться. Но такой холодный ветер будет. Любуйтесь этой красотой. Там далеки парусник. В этом видео будет очень много моря. Шум прикольный, видите, какой-то. Да, очень жаль, что только не может стоять, потому что надувает. А здесь у нас Херсонес-Таврический Владимирский собор, который мы были, нам запретили снимать. Но немножко я, естественно, поснимала. Очень я благодарю им, что они заставили меня убрать очень красивое видео. Да я считаю, что здесь все видео у меня красивые, все удачные. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас очень-очень жду на просмотры. Вот Владимирский собор. Смотрите, как он красиво здесь смотрится. Тоже смотрите видео из Херсонеса. Мои видео из Херсонеса. Музея археологических, музея заповедника города Себастополя. Я говорю, археологи здесь, наверное, здесь живут, потому что... А здесь вот обнесено металлической решеткой. Видимо, углубленные сильно. Да, 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 потому что у нас углублено. Ага, вот. Наверное, погреба какие-то были там же. И они селедку солили, рыбу солили и вина делали. Зерно. Здесь очень хорошие земли были. Они зерно выращивали. Вот подсветка. Видимо, ночью здесь красиво тоже очень. Деревья растут. Но чуть-чуть, правда, деревья еще не зеленые. Вот небо голубое. Море красивое. Вот я хочу рассказать на фоне моря, на фоне вот такой картины о периоде укасания Херсонеса. Спустя 300 лет происходит развал. И спустя, да, 300 лет они процветали. Они просто вот жили. Видите, здесь досочки. Можете вот по досочкам пройти. Они очень хорошо жили, но вот работали здесь в море, торговали. Спустя 300 лет происходит развал в Византийской империи. Этот факт имел печальное последствие для Херсонеса. С начала 8 века хозяин транзитной торговли стали турки, сельджуки. Турки-сельджуки. Не, мы пройдем, давайте, около моря. Вот, потому что по развалинам мы походили, а вот вдоль моря, вдоль моря, вдоль опасная зона. Но мы туда прикатить собираемся. Мы еще разумные, слава тебе, Господи, существа. Мы поднимаемся к туманному колоколу. Знаете о таком, да? Слышали, читали. По стенам не ходить, ходить не будем. Ну вот, турки стали турки-сельджуки. Вскоре главной торговлей в пути переместились в восточную часть Таврики. В 1363 году литовский князь Ольгерд торся в Крым и разграбил Херсонес. Вот здесь была часовня. Здесь была часовня в 10-13 веке. Вот, осталось что от этой часовни? Одни камни. Так, захватил ценные церковные предметы, князь Ольгерд. Через 34 года, ну, город стал восстанавливаться. И вот через 34 года снова был разрушен приемником литовского князя Ольгерда. И карсунисты вновь восстанавливали город, ремонтируют. Стены тоже ремонтируют. Дома, мосты, улицы. Они все возрождались и возрождались. Ну, в 1399 году город погибает. Он разграбил темника Золотой Орды. Едыгея. Он разграбил город, потом предал его огню. Зажег, жег. Жег город полностью. И после этого уже жители не стали восстанавливать город. А покинули, ну, оставшиеся в живых, покинули его. Вот мы шли-шли, разговаривая с вами, и дошли до туманного колокола. Его сейчас плохо видно. Мы с той стороны зашли. Мы зашли со стороны моря. Попадем. Куда тропинка завела, Куда и поднялись. Вот так вот под такой подъем у меня получился. Стены, видите, стены. Не, ну, я... Это уже их, конечно, отреставрировали. Они были, ну, я так думаю, веками. Вот дальше опять развалены. Вот, видите. Не разрешают сюда подходить. Реставрационные работы. Понятно. Ну, расскажу еще немножко об истории этого колокола. Посмотрим. Вниз, сверху. Вниз. Там продолжение. Ну, здесь как улицами. Улицы вот прям построили. Видите? Дома и улицы. Дороги такие ведут. Здесь ступеньки, да? Так вот и интересная история этого колокола. Он был отлит из трофейных турецких пушек. В 17-м веке в Таганроге. В 1803 году... В конце 17-го века, в 1803 году, был перевезен в Севастополь для строящей церкви Святого Николая в Севастополе. После Крымской войны, в 1855 году, Херсонесский колокол был вывезен в Париж, во Францию. И был остановлен на соборе Парижской Богоматери. В 1913 году колокол вернули в Россию. А впоследствии колокол назвали Туманным. Он был установлен на берегу у моря Херсонесса. Вот здесь вы видите, сейчас ведутся реставрационные работы. Очень жаль, что подходили и пытались звонить. Колокол, вот здесь тоже написано колокол, в 19-м веке. Колокол находился на здании Херсонесского монастыря в Крымской войну. Его вывозили в Париж. Вот то, что я вам говорю, то и здесь написано. В качестве трофея, откуда он был возвращен в 13-м году, надпись на колоксе классик всей куколокол, валит святого Николая, а вылит святого Николая, чудотворца в Таганроге, из турецкой Резвизии, весом пут, 1778 года. А, весит пут, что ли? Ага. Вами с августом число. Ну, понятно. Ну, что? Ещё пройдёмся, конечно, пройдёмся. Пройдёмся около моря. Смотрите, здесь как будто улица, да? Представляете, какой-то колокол, обычный колокол. И он имеет историческое значение. Его возили туда-сюда, стаганрога в Херсонес. В Севастополе. С Херсонеса в Париж. В Париж. В качестве трофея его вывезли. Это, значит, вообще-то, кто об этом знал? Никто. Ну, нет, ну, читают, но не всё равно, всё равно. Все это не я этого лично. Пока не прочла, пока не посмотрела историю, я об этом не знала. Ну, стоит колокол, стоит. А туманным, это когда туман у моря, чтобы в корабле... Маяк, маяк, маяк не видно. А начинали бой. Туманный колокол. Вот я не понимаю, это... Как, как, эхо, как он раздаётся? Как вот на... Чтоб не разбились корабли, наверное, или как, я не знаю. Вот смотрите, вот здесь вот надо не споткнуться. Вот. Камнями обложили. Той опасная зона. А в чайки, чайки летают. В чайки летают. Вышка современная, наверное. В чайках, в общем, как много. Море имеет такое сходство. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, отражение. Небо, если затянет небо пучами, море становится серое. А если... Вот такое красивое, как сегодня, море вот такого цвета, бирюзовое. Бирюзовое. Так, а здесь, по-моему, вот... Жёлтая крыша... Там, по-моему, обвенчался... Князь Владимир с Анной Византийской. А вот сейчас мы туда дойдём. Правильно ли я вам сказала или неправильно? Вот эти дорожки. Досок не пожалели, молодцы. Потому что мы входили вот по такому. По такому я несколько лет назад была. И мы ходили вот... По таким дорогам. Так, мы обязательно сейчас дойдём. Я стану на более удобную дорогу. Ну, молодцы. Ну, мне нравится просто. Вот, очень. Видишь? Вот. Там тоже какие-то дети прыгают. Дети прыгают. Там что-то там... Развлекательный центр, что ли? Так, вот мозаика. Вот мозаика. Её не стали снимать. Так, здесь вот... Тоже какой-то фундамент чего-то остался. Ага, там... А, здесь надписи есть, 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 есть. Так, вот здесь... Мозаика, мозаика. Я очень хочу узнать, что это. Помните, я показывала, у меня есть в одном видео, где мозаика... Прям композиция собрана всех. Так, комплекс... Тут надо спускаться. Не вижу. Что-то за комплекс... Ох, извините, пожалуйста, что я... Рыкаю, но по-другому я не могу сюда пройти. Так, Уварской... А, Уварской базилики. Дата создания подноения не определена. Охраняется государством. Так, теперь мы... Опять-то, наверное, сюда попадём. Сейчас... Видите, как... Стоят на каких креплениях. Сюда зашли. По таким дорогам ходили. По таким вот дорогам ходили. Видите, пошли в храм. Полностью пошли в храм. Так, вот сюда, 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 сюда. Меня прям влечёт сюда. Что ж тут у нас там? Какая-то, здесь... Такая металлическая. Какая-то металлическая. аптестерий простите что это кирпич а длиняный обжиг какой-то глиняный было так не знаю было то ли ресторационные работы выжженная глина наверное какая ровненькая она присутствует там тоже так ну пойдем на ту площадку это уже современные постройки немножко народ отдыхал да посмотрите посмотрите здесь везде стекленные какие-то кирпичи не знаю как они назывались зовем их современному кирпич так море немножко покинем металлической так вина хранили как погребы ну они зерно так хранили овощи по моему здесь выращивали привлекает очень просто сидение просто этот а то мы туда не пойдем что заканчивая на этом видео там где сеткой но где-то металлические ограждения там углубленные углубления подписывайтесь на мой канал ставьте лайки с вами Мария канал мой называется Машенька Машуня Черняк сборная солянка ставьте лайки пожалуйста пишите комментарии подписывайтесь я вас очень-очень жду на своем канале всего хорошего до встречи уаааа уаа